День Республики Национальный праздник – это праздник официально установленный, связанный с остановлением государства и его суверенитета, вознаменованием событий, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами республики. Не случайно была выбрана дата 25 октября. Именно в этот день, в 1990 году, постановлением Верховного Совета Казахской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете. Как пишет первый президент Нурсултан Натарбаев в книге «Эра независимости», декларация несла в себе неоценимый символический смысл. Именно она открыла республике прямой путь к независимости. Автор подробно описывает ситуацию, предшествующую созданию и провозглашению этого исторически важного документа. Одним из первых решительных шагов молодой республики стало закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона и отказ от ядерного арсенала. Медеус Арсике в документальной повести «Семипалатинская трагедия» не только с научной точки зрения рассматривает деятельность полигона, но эта книга также является исповедью, личной трагедией автора. В октябре 1991 года, меньше чем через год после провозглашения Декларации о государственном суверенитете, завершил полет в космос казахстанский космонавт доктор Албакиров. В 1998 году, 25 лет назад, в космос отправился первый космонавт суверенной республики Казахстан Талгат Мусабаев. О подвигах наших космонавтов первые годы республики рассказывает информационный справочник «Космонавты Казахстана». О том, как республике Казахстан удалось сохранить особую традицию взаимоотношений между народами, рассказывается в сборнике «Народ Казахстана. История и современность». В нем представлены статьи, исторические очерки, архивные документы, картографические материалы, статистические данные разных лет и многое другое. Каждая страна имеет символы своего суверенитета – герб, флаг, гимн, столицу. Юридически обозначенная территория также является важным атрибутом суверенного государства. В книге «Правда о государственной границе республики Казахстан» освещается история формирования границы нашей страны. Писатель-публицист, исследователь-геральтист Ирбол Шеймерденов в своих работах «Илтаным», «Государственный гимн Республики Казахстан», «Символы независимости Республики Казахстан» увлекательно и доступно описывает историю символов нашего государства. В этом году отмечается 85 лет со дня рождения автора «Флага» одного из основоположников дизайнерского искусства Казахстана – Шакена Незбекова. Работа в Совете безопасности ООН многими в мире воспринимается как одна из вершин дипломатического искусства. Казахстан достиг этой вершины. Книга «Найстриме мировой политики. Казахстан в Совете безопасности ООН» является отражением самых ярких, запоминающихся и важных событий, связанных с работой Казахстана в Совете безопасности. Как развивалась наука в годы независимости? Каково современное состояние науки и образования? Рассматривается в книге «Образование и наука Казахстана. Хроника созидания». Президент Республики Казахстан Касымжамар Такаев «Послание к народу» от 2 сентября 2019 года объявил о запуске концепции «Слышащее государство». Что это значит и как данная концепция осуществляется, рассказывается об монографии «Слышащее государство. Концептуальные основы. Общественные советы. Цифровая демократия». Современный казахстанский опыт демократического развития проанализирован в монографии «Тренды развития новых демократий. Казахстан и мир». Устремляясь в будущее, нельзя забывать о своих корнях. Книги «Мир Качевья» Багыта Каирбекова и «Вечное небо казахов» Зирына Урзбаевой уведут вас к истокам казахской мифологии, традиций и обычаев. Суверенный Казахстан создал условия для развития талантливой молодежи. В этом году появились новые имена, которые вы узнаете из нашей книжной композиции. Среди них Ильяс Юсуф, самый юный писатель и поэт Казахстана в жанре психологии и мотивации. Несмотря на юный возраст, 18 лет, он уже стал автором таких книг, как «Жизнь моими глазами», «Ночная симфония». Они представлены нашей выставке. Книжная выставка является выражением любви и уважения к истории и культуре нашей страны, а также отличной возможностью для посетителей познакомиться с разнообразием литературы, посвященной Казахстану, его народу, традициям и достижениям. Субтитры создавал DimaTorzok